Всем привет из Франции и добро пожаловать на мою кухню. Сегодня я буду готовить куриные бедра по очень вкусному рецепту. Итак, какие продукты нам понадобятся? У меня здесь 500-600 грамм куриных бедер. Как видите, я уже сняла с них кожицу. Затем замороженные баклажаны. Можете взять 2 свежих небольших баклажана или 1 большой. Затем 1 стебель лука-порея. Его вы можете заменить на самый обычный лук. Половина сладкого перца. Он у меня большой, поэтому я взяла половинку. Если у вас небольшой, то возьмите целиком. 3 моркови. У меня они маленькие, поэтому я взяла 5 штучек. Я буду добавлять в конце приготовления 2-3 столовых ложки зерен кинуа. Кинуа можно спокойно заменить на или гречневую кашу, или рис. Затем соль, лавровый лист как специи и специи. Вот такие вот смеси перцев у меня. В общем, специи вы можете брать любые по вкусу. И нам нужна будет 1 столовая ложка любого растительного масла. В чашу мультиварки вливаем небольшое количество, примерно 1 столовую ложку растительного масла. Включаем режим жарка и отправляем, даже можно не дожидаться, пока нагреется поверхность чаши мультиварки, отправляем туда полностью все бедрышки и закрываем крышку. Затем крупными вот такими вот кусочками нарезаем лук, порей, морковь и сладкий перец. Вот такими вот дольками. Овощи мои готовы, нарезаны. Баклажаны я не режу, поскольку перед заморозкой я их уже нарезала на нужные кусочки. Если у вас свежий баклажан, то режьте, ну, примерно вот такими вот долечками. И сейчас мы дождемся, когда курица начнет обжариваться и отправим в мультиварку все вот эти овощи. Также это блюдо можно готовить на огне в любой кастрюльке. Вот, курица начинает обжариваться. Сейчас я переверну бедрышки и добавлю овощи. Вот, свежие овощи у меня уже в чаше мультиварки. И я оставляю время ровно до конца обжарки. И потом добавлю баклажаны. Если у вас баклажан свежий, то добавляйте вместе с остальными овощами. Время жарки истекло. Открываем мультиварку и добавляем туда баклажаны. Я в конце времени жарки уже подсолила немного, добавила специи и лавровый лист. Сейчас мы все это перемешиваем очень хорошо. И ставим еще раз на 15 минут на обжарку. На функцию обжарки. Вот так вот. И закрываем крышечку. Прошло ровно половина времени второго этапа обжарки. Баклажанчики дали сок. Видите, воды я пока не добавляла. И дотушиваю до окончания времени жарки. Поскольку, видите, они как бы не жарятся, а протушиваются в собственном соку. Время жарки закончилось. И сейчас я вливаю стакан воды. Больше пока не нужно. И закрываю чашу мультиварки. Выставляю режим тушения. Вот у меня он здесь на час. Включаем и тушим. Время от времени открываем. Смотрим. Если воды недостаточно, то немножечко добавляем. Также следим за солью. Прошло ровно половина времени тушения. И я проверила готовность мяса и овощей. В общем, все практически готово. И я сейчас засыпаю, ну, примерно 2 столовые ложечки зерен кенуа. Это для того, чтобы, вот видите, здесь есть бульончик. И чтобы вот этот вот бульончик как бы загустеть, я добавляю вот эти вот полезные семена. И сейчас опять закрываю все, закрываю чашу мультиварки и оставляю дотушиваться примерно 15 минут до готовности зерен кенуа. В общей сложности приготовление заняло где-то 50 минут. Именно время тушения. Кенуа готов. И блюдо само готово. Сейчас я выложу на тарелку и покажу, как это будет выглядеть. И вот таким вот образом выглядит уже готовое блюдо. Как видите, и мясо, и гарнир готовятся вместе. Овощи напитываются мясным соком. В общем, это очень вкусно, полезно, низкокалорийно. И я считаю, что очень практично, поскольку не нужно стоять возле плиты. Закинул все в мультиварку, 2-3 раза перемешал и вуаля, вкуснятина готова. Всем желаю приятного аппетита и до новых встреч на моей кухне. Пока-пока!